Всем привет! Сегодня пятница, 22 сентября, с вами видеоканал Gaming Online, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. Гоночный симулятор Project Cars 2 поступил в продажу и обзавёлся отзывами. В то время как на Metacritic продолжают плодиться рецензии от профильных изданий, выдающих игре оценки под 90 баллов, обзоры простых смертных геймеров далеки от восторга. В Steam, например, игры игра имеет смешанные отзывы, среди которых положительных только 69%. Людям понравилась графика, широкий угол обзора из кабины при использовании шлема в виртуальной реальности, который игра, кстати, понимает, новые звуки, большое количество режимов и, в общем, ряд усовершенствований по сравнению с первой частью. Что до негатива, то многим не понравились. Погодные эффекты на стекле, которые выглядят ненатурально, деревья по обочинам, тоже мало кому понравились. Ну и главная претензия – физика. Как-то так получилось, что игру накупили поклонники серьёзных симуляторов типа Azzetto Corsa, и заругали Project Cars 2, обвинив её в том, что это аркада, а не симулятор. Ну и ещё новость, косвенно затрагивающая данную игру. Глава Slightly Made Studios, которая только что выпустила Project Cars 2, Иэн Белл, рассказал о том, что из-за Electronic Arts его компания могла развалиться, и той же Project Cars мир бы никогда не увидел. Дальше, со слов мистера директора. Дело было так. Ко мне пришли представители EA, и сказали, что дают 1.5 миллиона долларов за то, чтобы его студия не заключала контракты с другими издателями, а работала только с ними. Если договорятся, то электронщики поручат им сделать Need for Speed Shift 3. Я сказал, отлично. После этого я рассказал обо всём коллективу, поднял людям зарплаты, пообещал премии и приготовился работать. Но перед самым началом проекта в EA отказались от сотрудничества, из-за чего мне пришлось отменять обещанные премии и повышение зарплат. Но и это не всё. Electronic Arts тайно выходила на наших сотрудников, давала им взятки, и пыталась переманить нескольких ключевых членов коллектива к себе. К счастью, канадцам это не удалось, и теперь я больше никогда не буду работать с этой компанией. Такая вот история. Любителям халявы приготовиться. Прямо сейчас у вас есть возможность бесплатно скачать абсолютно лицензионную полнейшую версию Outlast Deluxe Edition, за которую Steam просят 620 рублей, 420 за саму игру и 200 за дополнение, что в сумме превращается в ту самую люкс-версию. Правда, этот аттракцион неслыханной щедрости устроен не в Steam, а в магазине Humble Bundle, так что всем желающим придётся немножко зарегистрироваться. Анонсированное ранее обновление для Fallout 4, которое поклонники игры ждали с нетерпением, вышло и разочаровало всех без исключения, поскольку практически всё её содержимое было направлено на расширение ассортимента Creation Club, исправление его ошибок, а также на борьбу с модом, который убирает с главного экрана сообщения о новостях из данного магазина. Граждане геймеры жалуются, что теперь мод не работает, и им нужно ждать его обновления, что все свои силы разработчики тратят на то, чтобы дополнительно заработать на том, чего они не создавали, и поэтому оценка Fallout 4 в Steam упала с 15 до 13%. Подъехали новые подробности, касаемо ожидаемого многими экшена AVOX, который обещает поступить в продажу 17 октября. Самое главное, что стало известно, это продолжительность одиночной кампании. Разработчики сообщили, что для прохождения экстерном, без выполнения побочных заданий и при условии, что вы будете побеждать всех боссов с первого раза, потратить придётся порядка 40 часов. Если же вы захотите исследовать весь мир, выполнить все квесты и добыть все предметы, то потратить придётся около сотни часов. Мир игры по площади оказался в полтора раза больше мира третьей готики, но при этом он ещё и многоуровневый, то есть с подземельями и горами, из-за чего его полную игровую площадь подсчитать затруднительно. Ну, а ещё в игре будут несколько романтических линий. Не успела FIFA 18 выйти, от неё уже что-то требуют. На этот раз снова отличился форвард Челси Миши Батшуаи, который сначала отличился на поле, оформив хет-трик в воротам Nottingham Forest, а затем в Твиттере вызвал ребят из EA Sports на беседу, мол, не пора ли уже улучшить его характеристики FIFA 18. На это электронщики сначала ответили, мол, начни забивать, а потом видно будет, а после добавили карточку этого футболиста со сверхвысоким рейтингом в 99 пунктов, спросив, устроит ли его такая. Тот, конечно же, принялся скромничать, сказав, что это слишком много. К счастью, показанная карточка вымышлена, и производство не пойдёт. Несколько дней назад в Blizzard высказывались о так называемом токсичном поведении игроков в сетевом шутере Overwatch, которые идеи сами не играют и другим не дают. Тогда ещё было заявлено, что меры обязательно будут приняты, и вот с мест стали поступать первые отзывы о мерах от ребят, которые уже получили пожизненные баны. Но при этом, похоже, это была только репетиция, а банить по-серьёзному начнут с 27 сентября. Выяснилось, что в Метелице особо не церемонятся, и блокируют игроков навечно, без каких бы то ни было временных ограничений. Правда, забаненные совестливо умалчивают, что пожизненную блокировку они схватили после трёх банов на несколько дней, то есть был рецидив, аж три. Другое дело, что он мог быть выдан не за читерство, а просто за неспортивное поведение, когда человек не играет, или, например, мешает играть в своей команде. Именно это поведение и называется токсичным. Ну, и сетевой шутер LowBreakers, который, как вы знаете, почти не играет, решено экстренно спасать. Для этого на него повесили скидку в 25%, добавили новую карту и кучу стартовых бонусов, с которыми, как рассчитывают разработчики, играть станет веселее. Всё это пришло в игру вместе с патчем 1.4, который меняет баланс, исправляет ошибки, добавляет вышеописанные новшества. Что до перехода на условно-бесплатную модель, то на подобный шаг разработчики ещё не решились, а если решаться, то в любом случае, быстро такие вещи не делаются. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.